Международный день, посвященный людям с ограниченными возможностями здоровья, был установлен 3 декабря. В спортивном зале спорткомплекса «Флагман» прошли мероприятия, посвященные Дню инвалида. Второй год работаю на этой должности. У меня состоит 243 человека. Первая, вторая, третья группы. Ребята ДЦП, которые инвалиды детства, пожилые люди. Мы проводим очень много мероприятий. Каждый год мы проводим мероприятия, посвященные Дню инвалида, приуроченные, спортивные мероприятия. Этот день напоминает всем о нуждающихся в поддержке и помощи, но в то же время мужественных и сильных духом людях, проявляющих таланты в изобразительном и самодеятельном творчестве, в спорте. Данное мероприятие проходит ежегодно. У всех участников есть возможность попробовать свои силы в таких видах спорта, как шашки, шахматы, дартс и выполнить жим лежа. Организаторы у нас, спортивный комплекс «Флагман», Скобелев Эдуард Дмитриевич, нам никогда не отказывают. Девочки тоже. Все задействованы. Светлана все время помогает нашим ребятам. Очень много ребят у нас занимаются во «Флагмане», на тренажерах. Ходит около 50 человек, посещает взрослые и молодежь. Всем очень нравится. Ходят они бесплатно. Этот день нужен нашему обществу и для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями здоровья. И для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа, умением добиваться успехов в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия и оптимизма могут служить примером для всех нас. Для чего необходимо проводить вот такие мероприятия? Как вы думаете? Чтобы инвалиды не чувствовали себя, что они никому не нужны. Что они могут общаться. У них как настрой появляется. Что он такой же человек. Мы все ведь одинаковые. У нас нет разницы, инвалид, не инвалид, как говорят. Но вот ребята, конечно, вот я работаю второй год, я обратила внимание. Я с этим, конечно, не думала даже об этом. У них такая сила воли. Они плохо ходят, плохо работают руки у некоторых. Но у них такая сила воли к жизни. Они такие проводят мероприятия. Но с ними общаться очень хорошо. Мне нравится. Всем участникам мероприятия были вручены грамоты и сладкие подарки. Награждение денежное у нас будет на Дне инвалидов. 6 декабря у нас проходит визите День инвалидов. Тоже при помощи спонсоров. Нам помогают спонсоры. Благодарны всем. И поклон спонсорам, что они все откликаются. В общем, никто не отказывает. Плохого ни про кого не могу сказать. Куда бы ни обратились. И дворец культуры, и флагман, и вот спонсоры. И Валерий Васильевич, и Ральников, Татьяна Павловна. Хочу сказать низкий поклон им всем. И большая благодарность за то, что как бы ни обратилась, с каким бы вопросом, что никогда не бывает отказа.